здарова народ добро пожаловать на новую серию по спаржи сижу сейчас отдыхаю в машине только проехал с работы начну разбирать немножко полы потому что они не просыхают тем методом которым я как бы попытался сушить ранее а то бишь просто разобрать обшивку ну вниз вот это пластик снять загнуть ковролин немножко и как бы просушить тем самым обосрался там он в глубине влага вообще не хочет просыхать поэтому сейчас наверное сниму пассажирское сидение сниму задний диван ну вот этот низ только получается сидушку чтобы максимально отогнуть весь ковролин и ну просушить хотя бы так потому что сейчас наступает уже жара плюс 25 градусов ну или там плюс 20 ну и суть и должно получше все просохнуть кстати не забывайте про телегу потому что в инстаграме сейчас уже не сижу все по видосам по машине и так далее на жизни я выкладываю именно в телегу ссылочка в описании что касательно ковра который я тогда забирал у димы синий на тройку я его успешно сдал химчистку но мне вот он почистили отвез его рано утром так вот он сейчас выглядит смотрим через него получится вот короче к панели не знаю в чем их уделали но они прям вообще нет скребаются не оттираются никакой химии пробуем сейчас экспериментируем лишь бы не запороть этот тут винил или что это такое такие вот дела был он просто мега супер грязный от химчистили вам не за дня три по моему уж не знаю потому что я работал было не до него очистился он просто полностью стало как новый занесла домой дополнительно пропылесосил и подстриг чтобы он прям ну конкретно был как новый новый без всяких их вот торчащих ворсинок некрасивых ну собственно все то же самое проделал что проделал тогда с прошлым своим синим ковром который сейчас стоит на тройке еще один момент начались наконец-то сборы компонентов для кондиционера наконец-то в 11 в ближайшее время уже появится кондей забегая вперед скажу что для него будет определенная серия выделена то есть полностью ну масштабная установка кондея в одной серии то есть я все досконально постараюсь рассказать показать какие доработки я веду для этой доработки какими трудностями столкнулся как чё в общем сделал вы увидите обязательно а также сбегая вперед скажу что собираю я панасоник все просто панасоник не покупать этот ноун им говно с магазина был собрать короче сам весь кондей и наслаждаться сборкой у нас уже стало достаточно тепло вижу с открытыми окнами блин пыли просто немеряно он видит по монитору просто все в пыли тоже надо были проводить detailing так сейчас я еще полы пока вот тут разбираю это все дело сушу постоянно то есть не успевал попросту все и навести марафет и как бы ну двигаться с кайфом кстати еще забыл сказать вот у меня антенны от бесключевого доступа их надо прокинуть вот в этот вот пластик как раз он это все пока разобрана вот надо это дело пустить потому что я не знаю потом когда следующий раз все здесь было что-то все разбирать вот надо сделать пока есть возможность также аналогично будутся делать с другой стороны до серёжа ну и срачу тебя конечно ладно это все мелочи пошел я снимать задний диван кстати отодрал я все насадки с глушителя потому что машина но низкая все просто соскакивает бордюров там с ям и все цепляет вот в итоге цепанул видимо за это крепление у меня все выдрало плюсом побила мне весь бампер вот он есть мелких сколах трещинах стал ну думаю его все равно менять потому что я буду переделать полностью выхлоп заднюю часть и соответственно надо будет панера купить новый бампер поставить потому что его нету вот тут ушек нет они вот и вот он немножко не ровно встает постоянно со стороны что хлеба сидит той стороны вообще уже не сидит у самого от времени вот так вот волной повело выглядит вообще некрасиво ни разу она новом просто надо будет замазать вот эти вот катафоты ну и покрасить все а вот такой вот вырез делать я уже наверное не буду потому что у меня выхлоп уже будут по штату с одной так стороны сделаю наверное 55 трубу вот у меня постоять такой двойной шотган потому что что третье она уже слишком палец а у нас очень сильно и будут на глушитель в городе также что-то мне надоело моя наклеечка я хочу это драть все-таки без нее лучше сейчас осмотрится так более аккуратно эстетично кстати хоть думал перетонировать жопу вот здесь у меня состоит 35 к вот видите как просвечивает да здесь получается у меня полтинник на боковых так вот я думаю сделать 30 пятку здесь и здесь то есть обновить а также у меня тут instagram выгорел на солнце весь но его не видно здесь все взорвало тачку наполовину такой апокалипсис творится сзади вот засунул туда руку вниз там тоже все сырое вот ладно сейчас тогда занимаюсь установкой датчика делаем вот он длины проводов хватает за глаза до заднего ряда даже дотянется но я думаю установить его куда-то сюда все сделал пока что все что хотел установил датчик вот он расположен под этой вот пластмасской ремней безопасности все стало в штатные места пустил через это отверстие также под катушкой ремня безопасности вот он выходит черный провод и вот он пошел запаса у него много поэтому он спокойно проходит по пассажирскому полу и через коверлин там выходит к блоку управления дальше то есть по обстановке открутил сиденья ну как опрокинул назад пришлось снять природу обшивку эту вообще все обшивки снимал думаю снимать не снимать туннель и скорее всего он пока что нет посмотрю как будет дальше просыхать потому что сыра но по крайней мере где-то вот досюда вот но все-таки наверно придется полностью мать кружеское сиденье откручиваю отсюда потому что иначе ну никак за тоже надо просушить хотя и задний диван тоже снял вот ну это вот недостаточно вот все от меня вот вибрию да он сразу жопа открывается чего я могу сказать я все проклеил качественной виброй до этого волоса покрашена от этой вот краской для заборов по ржавчине но не подумайте просто это как ну дополнительная защита рассмотрим красили переваривали все полы пороги вот поняла как защиту нанесли потом уйдет у меня вот этот вот грунт серый эпоксидный и только уже потом идет у меня виброизоляция и плюсом после капитальной виброизоляции 2 миллиметровой вот видите этот всю желтизну и но то что в капельке даже собирается плохо видно вода вот в капельке это все из-за мавиля еще дополнительно сверху я прошелся мавилем тонким слоем по вибри и капитально вот по всяким вот таким вот швам вот тут где швы вот все 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 просто все промавилился что только можно было и поэтому сейчас лазью там что-то в мавили что-то сырое но как бы все равно не спасло видимо через пороги через все отверстия затекло потому что въехал в очень сильно глубокую лужу все на данный момент пока что все вот так вот раз первая все досками здесь тоже сыра вот есть капельки центральная часть сырая скорее всего налетелась с этой вот резинки ну хотя она закрыта плотная проверил значит натекло все с порогов ну это да скорее всего от лужи от глубоко потому что от мойки здесь не может такого происходить вот и в данном случае надо отслеживать если даже после мойки вот нельзя точно что позаду и попереду так вот все распер здесь распер чтоб оттуда просыхало и также вот здесь между двух шпилек проложил чтобы тоже все просыхало боковина уже кстати а сухая вот так тут все сухо уже хотя тоже было сыровато вот тут тоже сухо вот провод я уже прокинул все проломку все вот тут вытащил чтобы лучше было и наверно потом следующий раз разберу водительскую сторону и пущу акустический провод на сиденье то снимать не на вряд ли придется всем снова привет прошло где-то две недели с последнего включения заехала сейчас в r2v за акустическими проводами и за карпетом чтобы доделать то что я хотел пока машина частично разобрана по салону вот такой взял от карпет с такой более новой фактуры как бы так наверное назвать его можно как такой флис напоминает не взял самоклеящийся потому что самоклеящийся стоит что-то в районе 600 рублей за метр а простой стоит 200 вот я еще думал его клеить не клеить думаю так его натянуть сделать как накидки чтобы было удобно еще достать от пылесосить там либо как-то помыть отдельно постирать вот а сейчас его закреплю получается под все шпильки чтобы он как бы ну не елозил взял такой вот самый обычный провод вот такого сечения вот мне на задней динамике потому что у меня под водительским сиденьем на заднюю ту стойку получается вот вот то динамик провод был перебит я успешно тогда еще вытянул и теперь у меня задняя полка запитана получается с этой стороны с пассажирской от того динамика вот как бы не очень сейчас сделал хотя бы по фэншу чтобы было с двух сторон своему по каждому свою проводу вот смотрите сейчас встретил по-моему это митсупиши так приехал я домой заехал еще попутно к ребятам которые занимаются выхлопом недалеко от моего дома примерил насадки новенькие самые обычные овальные типа под audi по моему 100 1600 рублей за штуку и того 3 200 плюсом сделать еще ну приварить две банки 63 что-то он сказал 30 что ли ну длиной по 3 500 и того 7 плюсом еще насадки 7 200 выходит мне сделать ну относительно тихий глушитель ну потише чем сейчас у меня в данный момент находится потому что поначалу там четыре или три года назад когда я сделал это в карку 66 все работало ну нормально тихо как бы ну относительно а сейчас все фокса под прогорели паук тоже под прогорел плюсом на нем обмотка все это выгорело который надо тоже наносить но ребята не обматывают почему не знаю это занимается выхлопом сейчас уже приехал домой под освободил тут место потому что под раскидал вот у меня каврилин шумка немножко отогнутые там уже пассажирская страна вся просохла сейчас посмотреть будет вот сюда вот на всю эту площадку я хочу сделать карпет застелить чтобы было удобно это все дело пылесосить потому что такие вот катышки постоянно здесь образуется ну грязь потому что сиденье тут прилегать не особо плотно то есть ну не прям не вплотную и здесь видна небольшая щель и там соответственно уже видно вот это вот вибро ну и просто как-то думаю если сделать карпетом то благородится он как раз будет заходить под вот этот коверлин штатный под этот карпет боковой и вот сиденье будут ходить то есть думаю коротко смотреться но в принципе сейчас на камеру где лицевая сторона вот так вот он будет выглядеть то есть получается в принципе ну да есть отличие понятное дело какого года этот карпет и какого цвета либо вот как я сказал нового образца плюсом и вот еще старый ковролин тоже ну точнее тоже карпет только оформлен формованный ну в принципе нормально под вот под сиденье самое то потому что здесь любом случае 2 черные накладки у меня здесь тоже стоит сиденье а тут не будут маленькая щелочка в которую вообще будет без разницы видно там не видно карпет а и не будет пачкаться и вот об вибро вот этот вот провод лежит у меня на аккумулятор и вот он весь вот такой вот ну пачкается черный черный вот тоже швы все видно и к ним все прилипает соответственно грязь тоже не помню показывал или нет приобрел я наконец-то новую печку полностью в сборе под кондиционер panasonic вы не смотрели что в таком состоянии просто она немножко пыльная и и сохлись вот эти вот поролонки то есть на просто нанести новые и все а и также не хватает резистора вот такие вот у нас здесь имеются фишки это получается одна большая фишка на всю печку то есть от всех тут датчиков от всего этого дела приходит все сюда но ответной части наверно не смогу найти придется как-то вот убирать полностью эту фишку и все вот эти вот правдочки делать на штатные штыки на штатные штыки рак как у меня сейчас установлены на машине также приобрел и компрессор это компрессор panasonic остался он мне за 3000 рублей но все в основном ценный и что как я купил установил будет в отдельном видео про кондиционер обязательно увидите на канале его и также заказал новую ну самодельную косу получается вся проводка на кондиционер с печкой в сборе ну как ну по сути только на кондиционер без ничего лишнего потому что это просто подключается двумя-тремя проводками штатному штатной проводки печки там крутилки два провода к мозгам и все по сути вот даже тут фишки на рециркуляцию кондиционер есть но они у меня тоже как бы установлены просто отсюда перепиную сразу мои кнопки и все также еще более бота забрал два ранних штампа он на них катался они стояли там на копейке и по моему еще на шахе как раз таки ранние это вот они вот такими вы штамповками вокруг отверстий третий штамп у меня лежит там почему я их покупаю потому что я же сделал из своих ранних штампов на тройке разварки под лаурайт типа вот с колпаками там с этими шипами вот только потом узнал что вот эти ранние штампы они как бы ну гораздо ценнее чем обычный штамп потому что они ранние их очень тяжело сейчас найти вот мне по дешевке в принципе под достаются потихонечку еще осталось 1 или 2 диска найти чтобы накинуть них родную резину покрасить их серебро ну под серебряный цепь заводской и чтобы они были прям идеально как для музея вот у меня сделаны и потом я поставил на тройку и восстановлю просто в идеальное состояние в общем так это все дело получается хотел заснять таймлапс но тут вообще некуда пихать камеру и так все битком и нету удачного ракурса все в общем вот так вот делаю небольшое отверстие под шпильки также прорези под замки провод решила пустить сверху здесь и закрепил получается тоже на шпильку натянута на все четыре в стиле это дело поверх шумоизоляции и прям но между коврелином шумоизоляции короче говоря вот здесь уже все уложил переднюю часть сейчас бока тоже тут подрежу аккуратненько подрежу с той стороны и все и можно будет просто так вот аккуратно линию по распорки чертить лучше прорезать и все и не забываем что партнером этого видео стал интернет-магазин бункер ссылочка в описании там вы найдете еще промокод аспарагус который вам даст скидку 10 процентов на любой товар из магазинов пользуйтесь все закончил я сборку пассажирской стороны все собрал аккуратно на болты как и положено как у меня все и было что-то где-то подработал как обычно оставил короче не стал ставить про два накладку под сиденья чтобы там от пылесосить так же был доход не стал там ставить что опять же про пылесосить все помою почищу от пылесосить надо будет и подкрасить бултики я крашу если кто не знал черным лаком для ногтей подкрашиваю чтобы смотрелось все аккуратно но вот как здесь к примеру то есть чтобы то не выделялось на общем фоне да это натерло немножко подлокотника так все в идеале вот и говорил почему вот как бы неудобно этими накладками очень много сюда пыли попадает грязи что-то падает вот даже тут закрывал отверстие уже чтобы в ковролинцам не попадала ничего ну вот как так правда даже след виден в любом случае вот уже позвоню водительское сидение у меня на заднем ряду оказалось а здесь у меня прям вообще песня тут прям такое болото прям фанина сыростью ужас сейчас я решил психануть сразу все раскидать очень ну так глобально уже даже кстати перец цепил музыкальный провод протянуло также до багажника то есть все собрал просто не показал никогда было сейчас также надо будет закрепить вторую антенну под ключевого доступа вот она у меня с этой стороны на эту стойку также наверно сразу прокину провода на музыку и на антенну и все и поставлю все это дело сохнуть чтобы потом все убрать и сразу это дело собрать чтоб не тратить время потому что я тут вожусь грубо говоря уже не полдня но часа наверно 4 точно на все на сегодня мой день закончен вот такая картина такими вот конструкциями из деревяшек капельки все видны да вот не зря все промо вилл проклеил и прокрасил грунтом прям еще бомбово вот кинул шумку на крышу чтобы это все дело просыхало специально снял седуху чтобы это все ускорить вот так вот подпереть и еще один такой же как сегодня и думаю это все ну махом должно высохнуть по крайней мере около того вот но задняя это точно высохнет передняя там вот пока еще не знаю сама вот серьезная это наверное вот тут ближе всех потому что сейчас пока отсюда влага вся туда скатится что-то из посохнет там самое глупее там особо тоже не поднять ну как бы ладно но опыте уже более-менее все как бы ну сделал все что смог сделал так Продолжение следует... Продолжение следует...